Надо же так, вот сегодня мне раздается звонок один, тоже вот от одного известного вертолетчика, он говорит, ну ты же прилетишь на юбилей в Сызринь. В этом году 80 лет у прославленного Сызринскому высшему военному летцу на мальчилищу летчиков, 2-го и 2-го мая, так, надеюсь, соберемся. И, собственно, ну, продолжая эту тему, вот да, это песня, которую вы все знаете, но, кстати, премьера состоялась именно там, на 70-летие, 10 лет назад. Там была какая-то такая концертная программа местных артистов и так далее, а я работал от телевидения, но я без гитары не езжу. И там был Царство Небесное Виталий Егорович Павлов, а он уже эту песню слышал, там, мы с ним сидели, там, скажем так, в приватной обстановке. Ну, а ты же ее споешь тут. Я говорю, Виталий Егорович, я в концерте не запланирован, тут есть музыканты, артисты и так далее. Ну, в общем, в итоге Виталий Егорович выпихнул меня на сцену, убедив всех, что это надо, и тогда вот эта песня до первого раза прозвучала. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку, в окропавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знай, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя ось. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, но пределенно износим. Я вернулся. Кто вскомандовал мне волен, а нахватал я пулю довольна. Ох, как больно. Справа блистер, мне разбили. Права, кто хоть не убили, насацевтый. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что они разобились, воспродились. Знай, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя ось. Для меня запчасти ищутся, жалко будет, если спишутся, я ведь старый наизнос, я мивозь. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя ось. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота, пусть по войнам у меня носит я и в восемь. Я в восемь. Спасибо.